так всем привет привет у меня все тот же день у вас уже следующий день и следующее видео я тут вот показываю вам предыдущем видео что перебрала разобралась и помидоры вот я вам показала а вот это у меня в статике тут остались такие буры где какие еще но который пока мне пока не нужны если мне тетради с рецептами нашла вот салат из цветной капусты даже написано кто мне его дал баба лена бутушану это еще с казахстана рецептики в общем то мы тут всякие старые записулечки вот так что мне нужен 2 килограмма цветной капусты помидоры перец петрушка чеснок сахар соль уксус маслом ну и все и как делать так я беру все в двойной пропорции всегда так делаю сразу в двойной вот эти помидоры наверное как я уже сказала посолю их в банке чуть попозже сейчас займусь я капустой цветной капустой у меня тут видите все овощи на полу сейчас займусь цветной капустой помою ее почищу взвешиваю на весах ну с вами немного позже увидимся покажу что у меня получилось так так как у меня нет дома зеленого укропа но у меня есть петрушка я сделаю одну баночку помидор с зеленью и луком сейчас я вам покажу чайник пока выключил тоже слишком шумит громко так на дно банку кладу петрушку зелень на глаз без никакой громовки так пучок дальше нарезала пару зубчиков чеснока слайсами как обычно нарезаю вот так 2 лавровых листочка добавлю немного душистого перчика тоже на глаз начинаю укладывать помидоры помидорки помидорки так перешла кладу слой лука лук нарезала кольцами вот прям слоем проложу я как-то раньше делала с луком но без петрушки это у меня с петрушкой ну все и докладываю помидорками верхний слой у меня будут помидоры одну банку сделаю экспериментальную такую посмотрим что получится вот как то так все сейчас заливать кипятком немножко еще здесь проложила про этого петрушки чего засунула надо было мне на лук положить я забыла в общем-то так вот все случайно буду заливать так ну все время у меня выставили помидоры все буду сливать и кипятить рассол как всегда пустая сахарница пошла за сахаром все вот сахар так начинаем добавлю сахар на 1 лужке 3 соли одну сейчас закипит я попробую может быть что-то надо будет еще добавить только последний раз можно заливать заливать так что-то скоро Всем привет-привет! Вчера я так и не закатала свой салат из цветной капусты, но закатала банку помидор с луком и с петрушкой. Вчера я подготовила все овощи, помыла, почистила, кое-что нарезала, кое-что приготовила. Сегодня я буду готовить сам салат. Рецептик отдельный я постараюсь записать и выпустить отдельным коротким видео, чтобы было вам посмотреть, кто любитель цветной капусты. Давайте посмотрим, на каком этапе я сейчас нахожусь. Во-первых, вот я все приготовила, что мне нужно. С капустой разобралась вчера, все помыла, на соцветии разделила, почистила все. Помидоры я вчера помыла, сегодня нарезала. Перец я вчера нарезала, я тоже все вечером делала, поэтому на балконе простояла, ничего с ним не произошло. Чесночок тоже вчера все сделала. Петрушку сейчас перебрала, помыла, осталось только нарезать. Так, ну весь набор продуктов, в принципе, у меня здесь. Больше ничего не нужно будет, но сам рецептик я уже, как говорила, где-то в это видео что-то вставлю, а основной рецептик сниму отдельно. Вчера я здесь закатала банку помидор, с луком и с петрушкой. Впервые такую сделала баночку. Посмотрим, что получится. Петрушка вот на низу. Такая вот баночка с помидорками получилась. Не знаю, но она от лука, как будто бы кажется мутноватый рассол, но он, в принципе, хороший. Вот такая одна экспериментальная банка будет у меня. Так, ну все, сейчас я петрушку нарежу. Я ее перебрала. Она у меня уже, знаете, не с нами пожелтела, поэтому пришлось ее тщательно перебирать, каждую веточку и помыла. И сейчас нарежу. Салат этот я готовила в последний раз, наверное. Ну, понятное дело, когда я еще жила в Казахстане, это уже, ну, лет 10 назад, наверное, последний раз я готовила такой салат. Ну, мне он очень понравился, поэтому я в этом году, я не знаю, почему я в прошлом году не вспомнила про цепую капусту, чтобы ее посадить. В этом году я вспомнила, что хочу цепую капусту. Правда, посадила немного. Я, вот знаете, все, что у меня была, вся капуста, я всю сюда использовала. Ну, что-то где-то выкинула, что-то там, в общем-то. Ну, больше у меня нет цепой капусты. На еду не оставила, все пойдет на салат. Так, все, петрушечкой покромсала. Тарелочку приготовлю. Пусть лежит, ждет своего хода. Ну, а я начну сейчас. Займусь капустой в первую очередь. Здесь у меня уже парятся банки, первая партия. Я всыпала капусту в большую свою кастрюлю. Заливаю водой. Ему нужно прокипятить, чтобы прокипела капуста 2-3 минуты. Поэтому я ее залила полностью водой. Сейчас вода закипит. Так, вот эту банку, которую вчера закатала, я сразу оформлю. Подписываю. Так, ну и, как я уже говорила, я в этом году все банки упаковываю в пищевую пленку. В подвале в гараже конденсат. Поэтому сейчас такие крышки, блин, ненадежные. Быстро выходят из строя. Поэтому я все-все-все банки. Прям купила в специализированном магазине упаковочную пленку пищевую. и целый рулон. Уже пол рулона у меня ушло. Буду упаковывать каждую-каждую баночку. Может быть так как-то понадежней сохранится крышка на банке. Все, вот так вот банка готова. Так, ну что, капуста моя еще не закипела. Но банки, думаю, надо уже вынимать. Они уже давно кипятятся, парятся. Сейчас я ее буду вытаскивать. Сразу накрываю крышками. Крышки я не стерилизую. Вот так просто видно, но там нет хоть. Еще раз повторюсь, крышки не стерилизую. Как-то раньше стерилизовала, а сейчас нет. Я просто вот так вот горячую банку сразу закрываю. И крышка сама простерилизуется, пока банка остывает. В это время крышка стерилизуется. Не знаю, я в последнее время не стерилизую крышки. И ничего вроде бы, стоят банки. Ничего с ними страшного не происходит. Вот люблю банки с завертушками, хоть что. Обожаю прям. Так, вот тут у меня древние столки в горлышках. У меня крышки новые есть на них. Всего две штуки есть крышки. Поэтому я тоже их решила занять салатом. Здесь у меня разнобойные баночки, конечно. Так, ну все, эта банка мне не войдет. Но я думала, что это. У меня еще одна чистая баночка 0,7. Она мне никуда не лезет. О, сунула. Представляете? Сунула. Вот сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть баночек сунула. Там они здесь все в притирку. Ну ничего, пусть спарятся. Все. А капусточка моя еще никак не закипит. Вот эта еще не горячая особо. Ну пусть еще стоит. Еще не так оно не сработает. Так, эти банки. Как всегда ничего не видно, что тут делаю. Да? Так, эти банки стерильные, стерилизованные, точнее. Я вот сюда на поднос, чтобы они здесь не мешались. Потому что сюда буду доставлять следующую пакту. Сейчас они пропарятся. Ладно, немного позже увидимся. Так, заливаю в кастрюлю потолочное масло. Такан я уже взяла, еще где-то половинку залью. Отправляем сюда перец. Сразу перец, помидоры. Сразу перец кукурую. Ой, я подошла. Ты чего только не пропуешь. Я подкрутила, я спила мне. А курсы. Да вы не будем сюда огнемого цвета. Так, перемешаю. Собирю. Вот где-то на помпах, наверно. Следом отправляю соль и сахар, перемешаю и петрушку тоже сразу сюда. Теперь нужно пропушить немного, пока не осядут овощи. До полуготовности. Так, ну что у меня тут в процессе. Банки, кстати, уже вторую партию вытащила. Все они у меня уже пропарились. Крышечками понакрывала, мотоварку пока выключила. Приготовлю салат и на повторную стерилизацию отправлю салат в мотоварку. Не знаю, что мне кажется, тут не войдет у меня вся капуста в эту кастрюлю. Немножко надо проварить. Проварю немного, потом капусту отправлять сюда. Так, немножко проварились у меня тут томаты с перцем. Теперь сюда погружаю предварительно проваренную цветную капусту. Так, сейчас проварю минут 20 капусту с томатами вместе. Добавлю чесночок. Уксусную эссенцию проварю пару минут. И салат можно будет закладывать по стерилизованным банкам. Такой красивый получается салатик. Закрывая крышка, пусть проваривается. 20 минут у меня протекел салат. Теперь я сюда отправляю предварительно нарезанный чесночок. И сюда уксусной эссенции полторы столовые ложки. Пахнет вкусно. Какой красивый. Уверена, что он безумно вкусный. Не уверена, а знает, что он очень-очень вкусный. Салат готов. Салат готов. Я выключаю. Салат готов. Салат с чесноком и уксусом прокипел минуты 3-4. Я выключаю. Сейчас буду раскладывать салат в баночках. Такая у меня есть воронка специально. С широким горлом. Сейчас буду раскладывать. Салат готов. Получилось 11 баночек. Еще у меня осталось в кисушке. На пробу, так сказать, салатик. Сейчас эти банки буду еще повторно проводить термообработку. Проваливать по 15 минут в мантоварке. Потом буду вынимать, в горячем виде закатывать и под полотенце на сутки. Ну вот, как-то так. Все, крутые полотенчики. Вторую партию загрузила в мантоварку. Пусть варится. А это все будет долго остывать. Вот такое количество салата у меня получилось. Из двойной порции продуктов, которые я вам показывала. Все, приятной готовки. Готовьте с любовью. Я думаю, ваши родственники салат этот оценят. Он реально обалденно вкусный. Укутываю до полного остывания. Завтра вечером можно будет баночки вынимать. Переворачивать на крышку не обязательно. Ну что, на этом я сегодняшнее свое видео буду заканчивать. Всем огромное спасибо за внимание. Всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok